Президент США Джо Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Его главным оппонентом снова может стать республиканец Дональд Трамп. В настоящее время у Байдена нет сильного оппонента среди демократов. 46-му президенту США 80 лет он является самым пожилым главой государства в истории страны. Наш собственный корреспондент Нурбек Бекен продолжит из Вашингтона. Джо Байден 25 апреля объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Четыре года назад, в этот же день, он впервые выдвинул свою кандидатуру на пост президента. В своем видеообращении он подчеркнул, цитата, «Борьба за душу Америки все еще продолжается». Говорил об этом 46-й президент США и в ходе предыдущей предвыборной кампании. О своем решении он сообщил в трехминутном видео, которое начинается со слов «Свобода». Показали и в нем кадры, сделанные во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года. Действующий президент акцентировал внимание на главных вопросах своей кампании. Это права на аборты, защита от демократии и избирательных прав, а также социальном обеспечении американцев. Это наше время, говорит Байден. Однако решение Байдена пойти на второй срок вызывает разногласия как внутри партии, так и на уровне страны. Об этом говорят данные недавнего опроса общественного мнения. 70% респондентов в опросе NBC News не поддержали кандидатуру Байдена. Я думаю, что он не должен баллотироваться. Он слишком стар. Я считаю, что ограничение по возрасту необходимо. Я поддерживаю его. Я думаю, это будет хорошо. Он опытный политик, который хорошо противостоит Трампу. Посмотрим, кто будет ему противодействовать и каков будет результат. В случае, если Джо Байден победит, то на момент окончания второго президентского срока ему будет уже 86 лет. Вероятно, возраст станет главным препятствием в его предвыборной кампании. А точнее, ему предстоит доказать, что это не станет помехой на посту. Напомню, выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп, проигравший в 2020 году, уже заявил, что намерен тоже баллотироваться. Рубик Бекен, Хабар 24, из Вашингтона.